Приветствуемых печатников. И здесь от улицы Гурьянова до улицы Полбина проходит улица Ухмистерова. Рядом находится железнодорожная станция Люблино-Курского направления и недалеко находится метро Печать. Улица двухстороннего движения стабильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина ее составляет около 0 километров. Раньше здесь был китайский поселок, образованный в 309 году по расположению на земле Купца Китаева. А затем этот поселок переименовали в Кухмистеровский, в честь революционера Кухмистерова. Ну и вот эту улицу впоследствии, этот поселок в 306 году, сначала был подмосковный, в 306 году он вошел в штаб Москвы. Но, очевидно, эта улица еще в современном виде, наверное, не была, или она как-то по-другому называлась. Но в 307 году она получила название в честь как раз революционера, первого председателя профсоюза железнодорожников Московского узла, Ефима Кухмистерова, который жил в 1881-322 году. Жил на соседней шоссейной улице, доме 54, работал молотобойцем в вагоно-ремонтных мастерских на станции Депо, тоже неподалеку от Люблина, вот, следующая станция Депо, Курской железной дороги. Ну и воевал с Деникиным и умер от тяжелого ранения. Ну, в общем, очень много таким был ярым революционеров. Вот, на разных фронтах воевал. Ну и вот, после его смерти в 1922 году, вот этот вот китаевский или китайский поселок, вот здесь, в печатниках назвали Кухмистеровским поселком. Ну, а что касается улицы, то, в принципе, здесь довольно много жилых домов, они все в советское время построили, эти 12-этажные, в 1960-х, в 1970-х годах построили. Ну, самым главным объектом здесь является кинотеатр Пула, Мадор М-4, вот, который был построен в 388 году. И, в общем, наряду с кинотеатром Экранов Марина являлся одним из последних мастерских кинотеатров, для которого было построено отдельное здание. Ну, сейчас для кинотеатров отдельное здание не строят, обычно делают многофункциональные центры, вот, и там уже, так сказать, и там торговые центры, ну, многофункциональные обычно, и там уже делают всякие кинозалы, да, вот отдельные помещения. А это специальные здания. Ну, и, в общем, был он двухзальный изначально, но потом, понятно, закрылся, какое-то время работал еще в постсоветское время, но потом закрылся, долгое время стал заброшенным. Ну, и вот, не так давно, в 2015 году, началась его реконструкция, и где-то год назад, по-моему, в 2015 году он открылся уже с тремя залами, уже в обновленном виде, с 3D, 3D-фильмом может показывать, 3D-изображение. Вот, открыто кафе, есть кружки и клуб по интересам, музыкальный театр, школа бально-спортивного танца, центр восстановления позвоночника даже работы, школа английского языка. Ну, в общем, так сказать, отвелся он уже в обновленном виде и уже в таком более многофункциональном виде. То есть, помимо кинотеатра, там есть много и разных секций, кружков, и театр даже есть, и каких-то учебных секций и так далее. Даже, типа, медцентр, ну, в общем, много всего туда, по набуху. Ну, и здесь территорию тоже организовали, и рядом вот с кинотеатром есть небольшой скверик, где тоже можно погулять. Ну, в принципе, рядом с кинотеатром всегда в советское время делали такие небольшие скверы, зону отдыха, где можно было подождать, встретиться, обсудить фильм или там просто как-то пообщаться. Ну, и здесь, в общем, тоже сделали скверы, и газоны, и цветники, и фонтаны работают летом тоже. Вот, ну, и в праздники вокруг проходят там праздничные мероприятия с народными гуляниями, поступают всякие музыкальные коллективы, артисты, георгий-кейрверки, ну, и так далее. В общем, красиво было. Не только кино можно посмотреть, но и, так сказать, другие всякие развлечения, и проклятия культурные. Ну, вот самое главное. Ну, а так, также еще есть отрезок под номером пять здания, и продуктовый магазин под номером двадцать строения два. Ну, бывшая булочная. Вот это вот, наверное, что бы хотелось. Ну, вот, если ради кинотеатра, ну, естественно, имеет, наверное, смысл. И, конечно, в основном, если его стоит посетить, хочется посмотреть какой-то фильм там, ну, или просто там как-то просветиться культурно, тогда, наверное, действительно имеет смысл сюда приехать. Ну, а так, не знаю, ну, можно, конечно, просто посмотреть на кинотеатр, как он в обновленном виде, особенно кто его знал еще в советское время. Ну, вот. Ну, а так уж, кроме кинотеатра, особых и достопримечательностей здесь, в принципе, нет. Ну, а доехать сюда можно от метро Печатники, ну, в принципе, можно и пешком дойти, ну, лучше, наверное, на пробусах доехать в 193-м, или 703-м, а можно с Курского вокзала доехать до станции Люблино, и дальше уже пешочек, совсем недалеко от станции дойти. Вот. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице Маски. Продолжение следует...